Первое, на что хочу обратить внимание, это выбор отопительного котла. Почему именно здесь? Потому что очень часто ко мне приходят за консультацией, задают вопросы, а какой котел выбрать? Я вот хочу там подешевле взять. Так вот, я хочу просто вам для сравнения показать, как видите, здесь в цифрах все есть. Так вот, выбор котла. Предположим, стоит выбор газового котла, напольный либо настенный. То есть, есть, конечно, современные и напольные котлы уже полностью укомплектованные. Ну, я возьму вот, для примера, обычный старый напольный котел на базе ДОН, либо такие вот универсальные котлы. И возьму, для примера, любой настенный котел средней ценовой политики. Тут стоимостью от 16 до 25 тысяч. Они все практически в этой ценовой политике. Начинающие котлы от 24 киловатта мощности. Так вот, в чем здесь заключается подвох? То есть, если вы выбираете настенный котел, то в нем уже существует все необходимое для работы любой отопительной системы. Что я подразумеваю? То есть, как видите, у него здесь есть уже расширительный бак, у него есть здесь циркуляционный насос, у него же есть здесь блок безопасности, и вся остальная автоматика, которая следит за работой котла, в том числе и по температуре, и аварийно, и поддерживающее. То есть, это мини-котельная в комплексе. Плюс еще в чем здесь заключается то, что этот котел вешается на стенку, и он занимает столько же места, как обычная газовая колонка. Очень удобно. Если же вы выбираете котел, вот эти цифры не случайны. Я специально посмотрел прайс-листы производителей. То есть, предположим, той же самой мощностью, как и вот этот настенный котел в 24 киловатта, но здесь бралось 20 киловатт тепловой мощности, а сам котел стоит 19 500. Может быть, вы найдете и подешевле. Но к тому, чтобы ваша система отопления работала, к нему еще нужен бак расширительный, причем бак расширительный подбирается по объему теплоносителя вашей системы. Вот средняя ценовая политика вот такая бака. Дальше циркуляционный насос. Большое разнообразие насосов, но я привык работать с грунтфусом, поэтому взял вот в 2500 среднюю цену. Дальше блок безопасности, который тоже стоит немало. И в итоге вы получаете ту же самую. Вот если здесь сравнить по максимуму, вы получаете такие же цифры. Но ГПД вот этих вот котлов намного ниже, чем вот этих. Объясню почему. Дело в том, что конструкция вот таких вот анапольных котлов в большей части, я не говорю, что все они, но в большей части у них рубашка идет по периметру. То есть вот здесь вот водяная рубашка, где заходит теплоноситель, а здесь вот горелкой нагревается, и только боковым, так сказать, теплом нагревается эта рубашка, и естественно в рубашке нагревается теплоноситель. Остальное все вылетает в трубу. Хоть и пишут у них, что КПД там довольно высокая, но у меня был просто такой котел, и так скажем, порядка 30% вашего отработанного газа вылетает просто-напросто в трубу, в улицу. Для сравнения я вам скажу, что у меня стоял первоначально котел Дрон 16, вот именно такой же модификации, то есть 16 киловатт тепловой мощности. Потом я заменил его вот на такой, уже 24 киловатт тепловой мощности, причем здесь кроме системы отопления есть еще система ГВС, то есть как газовая колонка встроенная, я всегда получаю горячую воду и получаю систему отопления, то есть нагрев системы отопления и нагрев горячей воды происходит. Так вот, как видите, разность по мощности ощутимая, но вот этот котел у меня после замены стал сжигать в два раза, ровно в два раза газа меньше, чем вот этот, плюс от этого котла я получил больше комфорта. Вот такая вот ситуация складывается, причем у многих, так что имейте в виду и запомните эти цифры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова